Самый легкий способ. Идете в аптеку, покупаете какой-нибудь сбор трав, допустим, ромашку, зашпариваете ее дома по инструкции, можно потом отжать пакетики, если, допустим, использовали два, и уже прикладывать на глаза, к примеру, как компрессы, если у вас устали глаза, ну или, допустим, покраснели белки глаз. А так водичку уберете, соответственно, пакетики отжимаете, и можно с помощью ватного тампона протирать лицо. Это самый безболезненный, скажем так, ну самый время малозатратный способ, ну или если у вас, допустим, есть какие-то растения, собранные вручную, то уже вам этот способ как бы не нужен, можно использовать несколько иной способ, который я покажу. Хэй, зритель, видишь эти баночки? Тут всякие такие травки, которые нам нужны для нашей сухой кожи лица, моей в том числе. Лепестки роз, можешь просто собрать где-нибудь садовую розу. Главное, чтобы она не была опрыскана какой хренью или удобрена какой химией. Листья мяты. Вообще, как бы они вот здесь есть, и в одной из этих баночек в отделении, вот в двух местах. Ну и еще цветки липы, вот они вот здесь. Как бы есть несколько еще наименований растений, но я вот те, которые отошла в первую очередь, решила с них и начать. Можно комбинировать, допустим, все три вместе, да? Лучше, допустим, розу смешать с мятой, а липу заварить отдельно. И липу я решила исключительно заварить в чайнике, ну как бы настой будет, да? Настой липы, цветков липы. А розу и мяту сделать отваром. Ну и чисто для себя я буду делать отвар мяты вот в этой видавшей виды кастрюльки, исключительно используемой под отвары. Да, отвары имеют свойство краситься некоторые, которые оставляют на лед, так же, как, допустим, чай оставленный в чашке, оставляют на лед, на чашке. Ну и на голову обычно я делаю какой-нибудь отвар, иногда что-то чуть-чуть отливаю себе для протирания лица или там еще каких-нибудь косметических целей. Так можно небольшое количество растений, небольшое количество, соответственно, жидкости, то бишь воды, и в небольшой какой-нибудь эмалированной кастрюльке это дело сварить. Отвар же это варенье практически, ну, сварить, да. Потом процедим и перельем в какую-нибудь емкость. Почему небольшое количество, оно как бы долго не хранится, даже в холодильнике максимум неделю стоит, без холодильника максимум 3 дня. Уже вот на третий день, там к вечеру уже будет какой-нибудь осадок, не совсем тот запах, и можно сказать, что надо делать заново. Я пересыпала из мешочка, это видавшая виды мята, изначально это был мешочек такой ароматный, он у меня под подушкой лежал, для того, чтобы я лучше спала. Вы тоже можете сделать себе какой-нибудь мешочек, который будет ароматизировать вас, что он как-то так, но от мята. Да, я как уже говорила, кастрюлю крови до вшавели. Нет, конечно, вы можете сказать, что же ты не сняла в чистой кастрюльке, Лёля, хрен ли ты её не отмыла перед тем, как нам показывать. А можете просто проглотить вот этот вот внешний вид и как бы наслаждаться тем, что вам тут показывают. Можно налить воду фильтрованную, но фильтрованную воду мы нальём, когда будем готовить воду, допустим, в чайнике, чтобы её вскипятить. Это чайник и залить заварочку, будущую сухую липы. Кстати, липу можно попить будет, не только на лицо нанести. Если вы, допустим, простужены, или вам хочется успокоиться, или просто охота, допустим, липы, но в таком случае, если просто охота липы, лучше заварить зелёный чай и немножко в отдельном чайнике липы и соединить. Так, в чашке уже чуть-чуть. Добавить, собственно, горячего кипятка. А можно из-под крана воду для окачивания волос и мытья я набираю из-под крана обычную, холодную. Сейчас я это и сделаю. Тогда я уже как бы начала немножко набирать, но решила тебе заснять процесс. Мало ли ты не знаешь, как это делается. Лучше, когда растения уже в кастрюле, ты сверху поливаешь водой. Там фоном стоит по флаконе из фоберликовского средства для мытья посуды, сейчас самопальное средство, которое я снимала как-то на телефон, где я им прониклась. У нас сода, пищевая, лимонная кислота и порошок горчичный. Хорошо очень смывается, кстати. Можно забавить немножко. О, какой дозрик, да? Так, горячая бы так стекла. Но у меня по какой-то причине в этой квартире на первом этаже горячая, совсем тоненькая струйка, а вот этажами выше горячая прям течет. Обычно такое действие бывает, допустим, вот наоборот у меня на механке, на четвертом этаже именно так было. В общем, не будем особо болтать, сейчас я переставлю кастрюльку. Вот кастрюлька уже на плите. Сейчас я ее выключу вот этой вот штукой. Немножко надо сначала сдвинуть. У меня тут еще соевые бобы отмакают. На второй в моей жизни соевое молоко, имени меня. И третьей в моей жизни молоко соевое вообще. В общем, вот. Сейчас у нас сколько времени там? 12.43. Как бы в большой кастрюльке я жду, когда оно закипит, и еще минут так 10-15 прокипит. Если, допустим, это лепестки розы, то я тоже, да, в такой кастрюльке делаю. Иногда много лепестков розы накачиваю. У меня головы, у меня жирные, тонкие волосы, но я думаю, что это как бы... Если у тебя, зритель, друг, они сухие, то хуже от этого не будет. Или нормальные. Но суть в чем, я как бы... Оставляю лепестки, допустим, розы, до того состояния, когда они уже вот... Если они красные, то они станут белыми или полупрозрачными. Тогда уже выключаю, оно немножко так надстаивается, или же просто сразу переношу, процеживаю через какую-нибудь ткань, хлопковую по большей части, и уже вот разбавляю один к одному холодной водой к этому горячему, отворю мою голову. Ну, пусть оно вот у нас пока поварится, да. Смотри, зрители, оно закипает. Вообще, как бы оно уже подзакипело, я чуть-чуть добавила воды, потому что у меня тут, ну, как-то подвыкипело проличненько, помешало. Вообще, специальная деревянная ложечка есть у меня. Но я иногда и этой мешаю. Ее можно потом помыть. Это я вообще на сковороде, на своей антипригарной мешаю. Ну, и слегка убавила газ. Да, лучше, конечно, следить, но я вот обычно ставлю воду с каким-нибудь растением и иду в душ, принимаю этот душ. Минут 20, она как раз вот... Пока я под душем, она уже готова. И сейчас я найду какую-нибудь тряпочку, через которую я это процежу. Потом я уже засниму маленький вот этот вариант отвара, именно как для лица. А здесь можно немножко потом отсидеть, и будет мятная такая водичка. Обычно я использую какую-нибудь наволочку. Но что-то у меня в этот раз с ними случилась проблема. Может, где-то еще и лежит. Я знаю, что где-то должна лежать. Но это надо долго искать, поэтому взяла мешочек. Потом просто его вытряхну и постираю. От какой-то допотопной советской посылки, не поверишь, зритель. Вообще, я как бы первый раз вот на камеру это буду переливать. Как бы так осторожно, надеюсь, там будет видно. Ну, как бы можно использовать большое сито этот, блин. Не очень такая идея, конечно. У меня очки запотели. Но из него не всегда удобно выгребать. Тут более узкое такое горлышко, скажем так. Сейчас попытаюсь осторожненько. Как бы, может быть, оно было бы удобнее, но у меня справа по борту камера на штативе. У меня очки запотевают. Очень сильно запотевают. Ну, в общем, примерно так идет процесс. Я сейчас уже без камеры это доделаю, и потом запишу просто, ну, сама вода, как бы, какого она цвета. Она, соответственно, темная. Я половину кастрюли только сейчас перелью. Надо потом в половину в другую часть, в другой тазик, точнее, перелить уже. И буду разбавлять водой. Но это как я делаю отвар на голову. Отсюда же можно вот немножко зачерпнуть будет. Из того же тазика, уже процеженной водички. Потом остудить. И, ну, как бы, перелить. Можно в какой-нибудь, допустим, стаканчик остудить и уже ваткой промокнуть. Можно перелить какую-нибудь бутылочку из-под какого-нибудь средства, там, из-под какого-нибудь геля для душа, допустим. Чистую только, чтобы она была пластиковую. Если там есть дозатор, то удобнее. Или специальную бутылочку с дозатором продают, я знаю, экспресс. Вайтбрис. Ну, такие походные косметички. Вот я отлила немножко в контейнер. Еще не разбавленного вообще концентрата. Короче, и она остывает. То у нас будет, как бы, чистый такой отвар мятый. Концентрированный даже, можно сказать, потому что туда бахнуло приличное такое количество. Уже вечер, но я вот решила продолжить. Короче говоря, тут все, что нам понадобится. Все-таки липы прошлогоднего сбора. С выдр. Тут не совсем чисто мята и роза. Тут еще есть немножко василька. Но василек тоже полезен не только для сухой кожи. Вообще для кожи лица. И для сухой кожи в том числе. Я решила, что пусть будет так. Ну, честно, да, мне было лень искать в коробочках отдельно мяту. Здесь у меня роза просто. Это вообще шиповник, кстати. Дикая роза. Со Степанова с прошлого года. И с круговой дороги. Это вот где моя деревня. У меня дом в деревне. Треть дома в деревне. Мята у нас отдельно заварена. Он в том контейнере. Да, тут василек еще отдельно нашел. Достала я несколько василечков. Можно их потом в чай заварить. Допустим, с черным или зеленым чаем. Здесь мы будем заваривать отдельно липу. А здесь мы будем делать отвар. Тут у нас будет настой травяной. А здесь отвар травяной. Можно делать, допустим, да, вот этим стаканчиком будем мерить воду. Можно делать отвар в эмалированной кастрюльке. Но у меня сейчас все кастрюльки более-менее маленькие заняты. Можно делать отвар, ну, в такой кастрюльке. В смысле не эмалированной. Есть поверье, что в алюминиевой совершенно нельзя делать отвар. Но, как бы, допустим, не знаю, как вы, наша семья в алюминиевой кастрюле стабильно варила макароны. До сих пор жива и здорова. Я к тому, что много чего говорят. Но, как бы, от этого холодно-нежарка не случается. К тому же, вот, я стабильно делаю в алюминиевой кастрюле отвары для волос. Ну, и ситечко, через которое будем процеживать потом отвар в какой-нибудь стаканчик. Так, что хочу сказать. На стакан жидкости, на стакан воды стакан у нас 250 мл. Вот такой, допустим, стакан тут с делениями. А есть просто обычные граненые стаканы в России. Не знаю, как в других странах. Этот граненый стакан стабильно 250 мл. В общем, на 250 мл вам нужно 2 столовые ложки растительного компонента. Цветочков каких-нибудь там, травок измельченных. Либо, конечно, надо было бы немножко измельчить, потому что, ну, можно ли сейчас так измельчить. Ибо в ложку со столовую ее очень проблемно набирать. Наверное, такой АСМРный звук возможно. Учитывая, что на камере 5-канальный микрофон. Ну, и как бы, если берете травку, то, конечно, ее лучше измельчить, потому что она и быстрее настоится. Если делать настой, быстрее отдастся от себя. Можно, кстати, настаивать в тырмосе на пол-литра, если у вас такое части есть. Я вот липу настаивала один раз в тырмосе, как раз вот когда последний раз температурила. Ну, болел с температурой. И измельченную травку как бы удобнее брать, ну, травки, растения, цветочки, все эти листики, чем, допустим, крупную. Вы не переживайте, у меня там еще отдельно есть бочоночек деревянный с липой полноценной. И она там вполне себе полная. С розочкой, конечно, это проблемнее будет. У меня вообще где-то была прессованная роза с 2015, наверное, года. Она до сих пор еще, кстати, жива. Ну, можно, в принципе, смять ее. И соединить потом с чем я ее тут смяла. Хуже ей от этого не стало. Ну, как бы, тут примерно, наверное, на полторы столовых ложки будут. Ну, а нам сейчас нужно вот этот вот сбор. И липу я сейчас столовой ложкой отдельно положу в белый чайничек. Керамический. Лучше, конечно, настаивать в керамическом чайничке. Ну, настоит та же самая заварка. Заваривать тоже лучше в керамическом чайничке. Ну, можно, конечно, и в стеклянном. Но в каком-то плане, вот если именно как для увлажнения лица потом используют, как тоник, то лучше в керамическом. И вообще считается, что лучше покрыть это такой какой-то тканью. У меня есть такая штука, еще маман моя делала. Я сегодня убиралась в шкафу и положила ее повыше. Ну, если кому интересно, я как-нибудь могу обозреть все эти там полторы, наверное, этих штуки остались от нее. Еще какие-то прикладки у меня есть. Причем совершенно новые лежат и есть не просят. Вот у нас столовая ложка. Вообще, на самом деле, одна из этих ложек была бабушкина, другая дедушкина. До сих пор не путаю, так что как бы не знаю, какая из них чья. Сначала сейчас мы отсыпем. Если ты, зритель, интересуешься, что же Лёля-то будет делать потом с этим всем тут настоем, отваром. Ну, допустим, это можно выпить с медом. Будет крепкий сон, надеюсь, у меня. А что-то можно просто реально использовать как тоник. Тут, возможно, даже меньше, чем 2 столовых ложки. Ну, в принципе, сейчас узнаем. Как бы оно тут и методолмение, и полноценно листиками. Ну, будем считать, что тут 2 столовых ложки, чисто потому, что даже как бы... Ну, можно вот тоже немножко так измельчить. Слушайте, такой аромат стоит сейчас классный. Вот мяту мну с розою. Василёк-то, по-моему, в сухом виде вообще как-то не особо пахнет. Мне кажется, он и в живом-то виде не пахнет. Ну, где-то так 2 столовых ложки. И сначала закладывайте сухую, скажем так, заварку. А потом уже заливайте водой. В этом чайничке мы будем греть воду, да... В общем, кипятить воду. Тут фильтрованная вода, и потом сюда зальём. Тут объём примерно как раз стакана и есть. Крышечка от него. Это вообще от сервизика специального. А в эту я сейчас найду фильтрованной водички. Вот у нас тут стакан водички. И вот оно сейчас варится. Вообще на самом маленьком огне, ну, у меня сейчас маленький самый огонь занят в кастрюле, в которой варится соя. Соевое молоко уже приготовилось. Поэтому на самой большой комфорте, на самом маленьком огонёчке, на специальной подставочке, потому что как бы такая струлька рассчитана всё-таки на маленький огонь или вот, ну, хотя бы на средний, у нас будет доходить до кипения. Медленно и печально. А потом ещё минут 10-15 нужно будет покипятить. Сейчас у меня времени дофига поздно. 21.38. Я постараюсь немножко заснять процесс, вот как, допустим, у меня там первые пузырьки пойдут или хотя бы уже пойдут пузырьки. Ну и уже потом, как я буду разливать уже, соответственно, перед камерой. Так что пока не переключайтесь. Ну, вам же интересно, раз был такой запрос. Чайник закипает. И ещё чуть-чуть, и он странно загудит. И вот у нас тут. Ну, как бы оно чуть-чуть кипит, но, возможно, ещё на камеру это не слишком видно. Ну, в общем, этот я выключаю. Та-дам! Кипящей водой. Прикроем крышечкой. И вернём на родину. Кстати, зритель, пока ты тут не видел, я немножко помогла, пардон, листикам. Их можно помешать, допустим, деревянной ложечкой. Ну, или чайной ложечкой, не деревянной. Хотя, если зритель, у тебя есть чайная деревянная ложечка, можешь помешать и ей. Просто, как бы, поможем немножко листикам, растениям намокнуть. Не только снизу быть, но когда я мешала, там уже как бы был такой немножко, уже другого цвета вода была, скажем так, она окрасилась цвет растений практически. Кстати, зритель, если тебе интересно, какая, какие, скажем так даже, не какая растительность, а какие растения вообще можно использовать для отваров, масок на основе отваров или, либо, чего-то ещё. Для сухой кожи лица, там, для жирной кожи лица, для смешанного типа или нормальной кожи лица, то дай знать в комменты, я запишу отдельный ролик. Я сначала думала зачитать такой списочек именно в этом ролике, но я думаю, это будет длинный ролик и акцент уже от отвара не настоят, уйдёт. Поэтому, если тебе интересно, просто дай знать в комменты и я сделаю отдельный ролик. Возможно, даже частично с примерами трапы, потому что не уверена, что у меня все травы, допустим, именно для сухого типа кожи имеются сейчас в наличии. По большей части травы, которые растут в России, да? Ну, плюс-минус бывшие страны Советского Союза. Вот у нас уже начинается как бы подкипать. Чуть побольше, чем есть. И я сделаю отдельный ролик, допустим, ролик травы для сухого типа кожи, сухой кожи, которая такая капризненькая, как, допустим, частично моя. Потому что она у меня всё-таки смешанного типа. жирной кожи, нормальной кожи. Тип-тип. Тип-типит. На время у нас уже будет 47 минут. Ой, тут мелко. Баночка с волшебной яицей, матью. Мятной. Которую тоже можно купить внезапно в России. Да, соответственно, когда делаешь отвар, то часть воды выкипает. Он становится ещё за этого более концентрированным. В отличие от, допустим, настоя. Ну, как бы, настоя тоже, чем дольше настаиваться, так минут 30 постоит, тем будет круче. Но если ты хочешь просто чаю попить, то можешь и минут 15 всё лишь понастаивать. Ну, в принципе, чем дольше настаиваешь, тем он будет всё насыщенный всё такой витаминный. Но, как бы, если же лица, то лучше настаивать 30 минут. 25-30 минут. Да, кстати, ты же не против, зритель, если я тут немножко помешаю свою сою? Да. 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 Судя по тому, что лепестки практически уже прозрачные Почти все А роза, она как бы не вся, не полноценно отдаётся Даже вот если ты завариваешь чай, там тот же самый зелёный с розой Или чёрный с розой Роза может там после второй и третьей заварки только отдать всю себя, скажем так К настою чаю и стать уже, если там она, допустим, розовая Красная была розовая, то белая такая прозрачная Полупрозрачные такие репестки по цвету будут В этом случае, как бы, он такой экономичный чай, допустим, травяной Да, можешь просто заварить розу, чайная ложка на стакан Если у тебя есть детёныши человеческие, или ты сам, зритель, ещё не достиг совершеннолетия 18-летнего возраста Ну или пару чайных ложек на стакан Залить крутым кипятком, дать настоять минут 15 И пить, ну как чай, можешь разбавить где-то 1 к 3 За полчаса заснал Либо как лёгкое успокоительное Да, детям настой розы можно Как лёгкое, как распокоительное Ну обычно считают, что травы где-то лет с 3 Детям можно уже давать Где-то так лет с 3 Замаял тебя твой детёныш, не хочет спать Ты ему хап Маленькую чашечку розового чая Он цап И через полчаса уже дрыхнет Можно мёза добавить, допустим, туда Мы выключили Сейчас будем переливать через ситечко В карамыческую чашечку Мне же очень очень вкусно пахнет Последние капелюхочки Какой тёмный отварчик У меня, конечно, сейчас уже практически ночь И на потолке у меня свет потолочный Но оно реально тёмное В общем, зритель, так Ты можешь как бы Сейчас вот отсюда нальём на всякий случай Тебе куда-нибудь Чтоб ты тоже увидел это счастье Ты можешь хранить это где-нибудь там На верхней полке холодильника Перелив в какую-нибудь бутылочку пластиковую Или стеклянную Есть он на стекла Или светлого стекла Можешь перелить в какую-нибудь чашечку Покрыть крышечкой Тоже хранить на дверце холодильника Можешь поставить просто на верхнюю полочку Можешь поставить где-нибудь на нижнюю полочку И от трёх до семи дней Оно у тебя вполне себе проживёт Периодически достаёшь Протираешь тоником ваткой Так это Ватку мяк И на лицо Или ватным диском А можешь удлинить, скажем так Срок жизни этого чудодейственного средства И сделать себе лёд У меня нет формочек для льда И у меня в принципе Даже если где-то и есть эта формочка Ну у меня тупо Забита вся морозилка Да я как-то дома не пользуюсь Я всё-таки предпочитаю тоники Ну и да Сейчас оно как бы ещё горяченькое Это у нас вот наша липа Здесь у нас липа Здесь у нас розовый селёк и мята И здесь у нас мята Сейчас я её вскрою Та, которая утром я Ну, относительно утром Это день был Где-то так обед Обедешное время Тут у нас просто мята Концентрированная такая мята Ты можешь сделать себе лёд Травяной, витаминный вот такой И заливаешь в контейнер для льда Убираешь в морозилку И по утрам Берёшь один-два кубика льда Этого витаминного С настоя, либо отвара И протираешь себе лицо Отвар мяты Кстати, да, тут была мята перечная Тут у нас липа Опять же, напомню, можешь От этого липа-владчая Деряпнуть вместе с вулочкой Чайное мёдо Прямо в чашку положить В тёплую такую чашку Размешать и выпить Перед сном или так А можешь протереть личико без мёда Кстати, мёдом можешь увлажнить Свои губки на ночь Даже если ты мужеского пола зрителя А не только женского Если у тебя кожа на губах шелушится Они сохнут и всё такое Немножко так мёда на губы нанеси Не слизывай Он впитается за ночь-то Утром встанешь, что ништяк Ещё раз напомню Мы использовали тут Василёк Мяту Перечную мяту Просто Цветы липы И лепестки роз Дикой розы Там шиповник был и дикая роза Всем спасибо за просмотр Ну и пока Не забудь поставить палец кверху